Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, я профессиональный визажист, и здесь я снимаю полезные уроки по макияжу и рассказываю вам о косметике. Сегодня мы поговорим про главные бьюти-тренды на 2024 год, которые нужно использовать уже прямо сейчас. Я собрала для вас тренды, которые отлично вписываются в повседневную реальную жизнь, а не те тренды, которые актуальны только на модных показах. Используя эти тенденции в своем стиле, в своем макияже, вы однозначно будете выглядеть еще лучше, интереснее, более современно и еще прекраснее. Поэтому давайте начнем. Итак, прежде чем снять это видео, я, конечно же, проштудировала огромное количество информации, начиная от классических модных показов, заканчивая социальными сетями модных лиц, инфлюенсеров, тикток. Конечно же, с развитием социальных сетей у нас каждый месяц новый тренд, и ты не успеваешь за ними, но я выделила для вас самое основное, самое фундаментальное на этот сезон, на 2024 год, то, что вы можете использовать, уже начинать использовать прямо сейчас. И первое, что я хочу выделить, это красный. Красный цвет снова возрождается, хотя красный это, знаете, такая классика. Красные губы, красный маникюр и все в таком ключе, но сейчас, именно сейчас красный как будто бы обретает второе дыхание, и снова он начинает заполнять пространство. Это могут быть красные ногти, это может быть красная сумка в вашем гардеробе, это могут быть красные красивые модные туфли, или, конечно же, красные губы. Я как визажист признаюсь в любви красным губам, потому что это невероятно простой, но при этом эффективный, суперэффектный способ выглядеть ярче. Как-то в последнее время было слишком много всего нейтрального, согласитесь, нейтральная одежда, нейтральные аксессуары, нейтральный макияж, вот этот стиль, клин, мейкап, чистая девушка. Мир устал от нейтральных людей, и хочется красок. Поэтому красный снова крайне актуален, красный цвет выглядит дорого, роскошно, стильно, это цвет уверенности в себе, и в этом сезоне мы все активно будем использовать красный, поэтому я рекомендую вам не отставать, а уже сейчас попробовать внедрить что-то красное в свою жизнь, красная сумка, красные губы, красные ногти, выбирать только вам. Следующий тренд и модное настроение этого сезона это фрости ретро мейкап. Это стиль в макияже, который ассоциируется с холодной снежной девушкой, холодный ледяной взгляд, некая отреченность, отчужденность. Считается, что данный тренд снова возродил и Ким, когда она снялась на обложке для своего бренда именно с таким стилем в макияже, и мы видим эти голубовато-синие тени, в данной технике очень актуально, точнее, эта техника строится именно на холодных синих-голубых оттенках, но не просто синих и голубых, а разбеленных голубых и синих цветах. Не знаю, Ким не Ким, но мне лично кажется, что этот тренд очень напоминает Россию в 90-х, начало нулевых, и если мы посмотрим на фотографии наших мам, наших бабушек, то мы увидим, что да, таки голубой был в моде, и мода циклично. Действительно, многие вещи возвращаются просто в более современном, более актуальном трендовом прочтении. Мне нравится такой образ, и если вы устали от классических нюдовых или каких-то классических вечерних макияжей с серым, с черным, с коричневым, почему бы и нет, почему бы не попробовать светло-голубые или светло-синие тени, дополнить красивой, актуальной, тонкой, вытянутой стрелкой, и это будет очень модно. Следующий тренд вызывает у меня улыбку, и я лично сама еще не до конца решила, как к нему относиться. Это тренд Mob Wi-Fi Aesthetics, жена мафиози, жена бандита, и в данном случае тренд затрагивает такую гламурную жизнь, точнее, тренд отображает эту гламурную, роскошную, бессовестно дорогую жизнь, которой ты не стесняешься, ты вот прямо с всем своим видом это показываешь. В этом тренде очень актуальны шубы. Мне кажется, никто не ожидал, что шубы так ярко, так дерзко ворвутся, причем не просто какие-то классические шубы, а объемные, модные, яркие, смелые шубы в самых разных расцветках, оттенках, вариациях. Кстати, вот сейчас мы с вами видим Дуалипа, у нее модного цвета волосы, она идет в большой шубе, классического в данном случае черного цвета. Это, конечно же, украшения золота, причем это могут быть настоящие золотые, ювелирные, крупные украшения, или какая-то модная крупная золотая бижутерия. И, конечно же, роскошный гламурный образ обязательно должен быть дополнен не менее гламурным макияжем. Важно подчеркнуть всю эту статусность, шубы, меха, дорогие ювелирные украшения. И в данном случае, если мы говорим про мейкап, он должен быть полноценным, то есть это и отчетливая, заметная коррекция лица, идеальные подведенные губы, и выразительный макияж глаз, идеально будут смотреться какие-нибудь стрелки с затемнением внешнего уголка, или смоке айс в выразительных темных оттенках. Отставить нюд, отставить минимализм, подавайте роскошь и гламур в чистом виде. Главная девиза этого тренда. И вы знаете, ты сначала смотришь и такой, что? Нет. А потом ты смотришь чуть дольше и такой, кажется, да, что-то в этом есть. А следующий тренд нам задает Хейли. Очень часто, когда Хейли Бибер что-то использует и показывает это, самое главное, показывает это в своих социальных сетях, через некоторое время это очень быстро становится дико популярным и становится трендом. Так и здесь Хейли нам показывает макияж такой холодный и одновременно с этим очень освежающий, преимущественно в розовых оттенках. Знаете, такой макияж розовый иний. И в данном макияже мы видим очень много блеска, мы видим при этом много розового цвета на щеках, на губах, на глазах, фактически везде. Если судить объективно, то этот тренд немногим отличается от тренда прошлого года, когда все делали макияж «я замерзла», как будто бы вы только что вернулись с мороза. И отличие основное в том, что здесь у нас преобладают в этом макияже, который мы видим на Хейли, более розовые кукольные цвета, такой немножко барби эффект. А в прошлом году преимущественно были более красноватые оттенки, то есть которые имитировали морозный румянец и вот этот эффект от мороза на вашем лице. Мне нравятся такие макияжи, такие образы. Это выглядит свежо, то есть правда способно освежать, омолаживать лицо. При этом это выглядит модно и игриво. И одна из основных задач таких трендов – это попробовать что-то новое, поиграться, не относиться к этому слишком серьезно, а убрать свои жесткие рамки, которые очень часто нас сдерживают, расширить эти границы и попробовать что-то новое. Следующий тренд на 2024 год для нашего с вами макияжа – это яркие смелые губы. Не буду скрывать, этот тренд является моим фаворитом среди других. Я обожаю яркие смелые решения на губах, искренне восхищаюсь девушками, которые не боятся носить яркие помады. И я с ностальгией вспоминаю свой 2014-2015 год, когда я купила свою первую помаду от бренда Мак, и она была фиолетового цвета. Если я найду, я покажу вам эту фотографию. Ну, если не найду, то поверьте мне на слово. В конце 2023 года я вам уже рассказывала о том, что набирают невероятную популярность темные помады, причем не просто темные, а такие драматично темные, немного вампирские губы. Сюда же к смелым цветовым решениям мы можем отнести не только темные губы, но и яркие, сочные оттенки, например, ярко-розовые, малиновые губы, какой-то цвет электрик. Это могут быть губы цвета мандарина, то есть ярко-оранжевый сложный цвет. Это, конечно же, классический красный, про который мы уже поговорили. В общем, это все то, на что хватит вашей личной смелости. И если вы используете в своем образе яркие или яркие темные губы, то я очень рекомендую попробовать вам сохранить минималистичность образа и с такими яркими губами, яркими акцентами не делать сложный макияж глаз. Попробуйте добавить только лишь тонкую стрелку или, может быть, просто густо прокрасить ресницы или вообще ничего не делать. То есть сделать голые глаза, может быть, легкий макияж тенями, не прокрашивать ресницы тушью. Я безумно вдохновляюсь такими образами. И если вам захочется, я сниму какой-то такой стиль, где мы сделаем голые глаза и красную или какую-то выразительную темную или, может быть, розовую помаду. В общем, пишите свои впечатления. Если вам будет интересен такой образ, то я обязательно его покажу. И заключительный тренд, на котором мы остановимся, это влажные блестящие губы. Опять же, этот тренд связан с губами. И я безумно рада этому тренду, потому что я это использую в своем макияже регулярно, постоянно и давно. Влажные блестящие губы, губы с блеском, губы с каким-то маслом или масло-блеск на губах. Это выглядит гораздо привлекательнее, гораздо более красиво, нежели какая-то матовая, съеженная, скукоженная в морщинках губ помада. Попробуйте. Если вы всегда думали, что масло или блеск для губ, это все только для пухлых губ или для тех, кто подкалывает губы, то это не так. Если ваши губы тонкие или средней формы, и вы не уверены, что блеск на вас будет потрясающе смотреться, используйте контурные карандаши. Сначала сделайте контур, можете добавить немного объема при помощи карандаша, а потом щедро, густо нанесите красивый влажный блеск. Сейчас на рынке за последнее время произошло несколько громких модных запусков блесков. И бренд Хейли Бибер, кстати, тоже относится к их числу. И снова здесь замешаны каким-то образом Хейли. И сейчас ее блески пользуются большим спросом, несмотря на то, что они не представлены в России, все равно у нас девочки заказывают их через байеров. Ну, выглядят они, конечно, привлекательно. То, как она их наслаивает, то, как выглядят сочные, блестящие ее губы, не оставляет равнодушным тех, кто любит такой эффект. Я сама пока ее блески не покупала, я все размышляю, думаю, надо ли оно мне. Но я приобрела себе вот в конце года также не менее нашумевшие блески молодого британского бренда Refi. Вы эту девушку наверняка могли видеть в социальных сетях. Это довольно популярный блогер. И вот у нее сейчас есть своя декоративная марка косметики. Я себе назаказывала блесков этого бренда. Первые мои впечатления абсолютно приятные. И они хорошо держатся, они не липкие, при этом они дают красивые оттенки, которые можно наслаивать. Кстати, здесь очень интересный аппликатор. Он такой металлический, слегка охлаждающий. Очень приятно наносить. Но в любом случае сложность с брендом Refi в том же. Их нельзя просто зайти и купить в магазин. Это бренд, который не предоставлен официально в России. И заказать, купить его можно только через байеров. Если вы не хотите искать байера, ждать доставку, вы можете пойти в магазин и купить уже знакомый всем бренд Clorance. У Clorance также очень давно уже есть эти блески с аппликатором. Влажные, блестящие губы. Очень красивые получаются с этими блесками. Есть разные оттенки. Поэтому данный тренд вы можете и повторить с этим продуктом. На этом моя подборка главных бьюти-трендов на 2024 год подошла к концу. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. У меня получилось вас вдохновить. Обязательно в комментариях под этим видео напишите, какой тренд вам понравился больше всего, что вы точно хотите попробовать в своем образе, в своем макияже. Мы с вами встречаемся через неделю в моем следующем выпуске, поэтому обязательно подпишитесь на этот канал, если вы вдруг этого еще не сделали. И вступайте в мой телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео, потому что там я планирую в ближайшее время рассказать про какие-то трендовые модные продукты, которые помогут вам воссоздать модный красивый образ. С вами была Ира, до скорой встречи и пока-пока!